О том, как правильно организовать поход с детьми, что нужно делать в экстремальной ситуации, мы поговорим с нашим экспертом. Сегодня это Сергей Арестов, начальник поисково-спасательного подразделения Челябинской городской службы спасения. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, хочется понять, в какой поход можно идти с подростком, а какой для него слишком опасен? С подростком, то есть надо начинать, грубо говоря, с похода выходного дня, так и называется, а дальше уже, то есть там первая категория сложности, второй, в принципе, с подростком можно ходить в любой вид, и в водный, и в горный, и в спеллёвый. Скажите, а какие навыки необходимы, чтобы без угрозы для жизни отправиться в серьёзный поход? В водном маршруте, то есть это обязательно управление водным судном, на котором вы будете сплавляться. Это катамаран, байдарка, каяк, что там, вы возьмёте, рафт. Если это горный поход, то это минимальная подготовка, то есть альпинистская должна быть, как правило. То есть если даже не совсем серьёзный горный поход, то всё равно работа какая-то с верёвками, специальная одежда, опять же, обувь, которая нужна для похода. Потому что в балетных тапочках нельзя идти в поход, надо всё равно какую-то трейтинговую обувь, специфическую немножко, которая предназначена для этого. Соответственно, если спелевый поход, то обязательно нужно специфическое снаряжение. Это как бы и фонари, это и каска, и рукавица защитная, то есть какой-то комбинезон для того, чтобы пойти к спелевому походу. А как правильно организовать поход, чтобы в случае ЧП помощь всё-таки пришла вовремя? Значит, смотрите, все более организованные группы, они всё-таки перед тем, как пойти в какой-то серьёзный поход или ещё куда-то на реку, они заявляются в МЧС региона того, куда они идут. Если это Челябинская, это Челябинская область, если это, допустим, Свердловская, Свердловская область. Они объявляют сроки, количество людей, старшие и, соответственно, за сроки похода, откуда, докуда и сроки возвращения. Они обязательно не отзваниваются по возвращению, чтобы не высылали, то есть спасательные отряды не высылали такое место. Соответственно, если случается что-то, то как бы всё равно средства связи присутствуют. Весь маршрут обычно прорабатывается, если достаточно это серьёзно, то как бы есть определённые места, где есть связь, это всегда определяется. Какая-то будет связь сотовая, более продвинутая группа, то есть там спутниковая связь есть. Соответственно, они могут сообщить по любому виду связи, в крайнем случае отправить кого-то, двух подготовленных людей по месту, где есть связь, и сообщить о несчастном случае. Сергей, а кто должен оказывать первую медицинскую помощь походе? Все люди, которые занимающиеся достаточно давно любым видом туризма, абсолютно любым, они проходят минимальную медицинскую подготовку. Потому что первую помощь они начинают оказывать уже на месте, именно непосредственные участники. Инструктора не могут получить инструкторскую подготовку, если они не сдали медицинскую. Спасибо. Я напомню, мы говорили с Сергеем Арестовым, начальником подразделения Челябинской городской службы спасения. Спасибо.